Здравствуйте, друзья! С вами сегодня Дмитрий Втефеев. Я расскажу про очень интересную штативную головку от GIDZA. Вот у меня в руках эта головка. Можете посмотреть. Называется она GHFG1, что расшифровывается как GIDZA Head Fluid Jimble 1. То есть эта головка Jimble, она для больших телеобъективов. Вот сегодня я вам немножечко покажу, как она работает. Ну, для начала надо сказать, конечно, про конструктив. Это ощущается массивным куском металла. Притом это, видимо, какой-то легкий сплав. Это алюминиевый какой-то легкий сплав. То есть она весит на самом деле мало. Хотя ощущается такой очень металлический. Здесь пластиковых частей вообще нет практически. Ну или вообще нет, или их там очень мало. Ну вот, ручка это и то, не знаю. Ручка тоже, наверное, из алюминия. С мягкой такой вот поролоновой накладкой. Ну не поролон, а прорезиненный какой-то такой пластик. Очень мягкий и прочный. Итак, устанавливаем ее на штатив. Штатив здесь стоит мой. Это тридцать... Какой мне штатив? Я уже забыл, какой мне штатив. Тридцать пять тридцать два GT. У меня маунтайнер третья серия. Очень мощный штатив. Хотя и не самый мощный. У Гидзо есть штативы систематик пятой серии. Есть вообще четвертая еще промежуточная серия. Но я скажу, что уже этот штатив держит очень большие головки, очень тяжелое оборудование, там весом килограмм до 18. Я точно так вот на вскидку не помню, сколько конкретно. Но все, что я на него ставил, включая камеры большого формата, держит великолепно. Итак, я поставил штативную головку. Вот это у нее кнопочка колесика панорамирования. Видите? Вот так она панорамируется в эту сторону. В другую сторону, если я зажму, то она будет откручиваться с центральной колонной. Ручка фиксируется вот здесь, внизу. То есть мы можем снять фиксатор ручки. Ручку саму вынуть. Вот у меня ручка. Наподобие как у видео головы. Но это не видео голова. Про видео головы я расскажу отдельно. Фиксируем ручку. Ручку сильно зажимать не нужно, потому что головка жидкостная и управляется очень легко. Если видите, я могу одним пальчиком управлять. Но вот сейчас она пустая. Мы сейчас ее нагрузим немножко. Вот это очень важный регулятор, потому что он контролирует высоту установки камеры с объективом. Вот видите, площадка двигается. Таким образом вы можете, в зависимости от веса вашего объектива, настроить так, чтобы при наклоне, вот у меня сейчас зафиксировано, видите, плавненько возвращается обратно. И она должна возвращаться вот в это нейтральное положение. Тогда у вас ничего не упадет со штатива. Вы сможете аккуратненько, плавно работать, без всяких перекосов, не устанавливая всю конструкцию с центром тяжести где-то в неправильном месте. Итак, площадку мы, предположим, поставили, зафиксировали. Вот это колесо, здоровое такое колесо, оно блокирует у нас движение вверх-вниз, которое мы здесь имеем. Для чего это служит? Для того, чтобы мы поставили на какую-то точку, нацелили объектив, зафиксировали колесом, причем это вот под мою большую руку шикарное колесо просто, и вообще слов нет. Я могу зажать так, что тут вообще ничего не шелохнется, благо там, как бы, видимо, какой-то шар зажимает, или винт, короче говоря, зажимает насмерть. То, что нам и требуется. Вот все бы тут были такие колесики, супермощные, но, к сожалению, не все такие большие. Вот под штативную площадочку поменьше, но здесь больше бы не влезло. Ладно. Большие колеса должны быть там, где они нужны реально. Итак, возьмем камеру. Здесь вы видите мою камеру Canon 5DSR на 50 мегапикселей. Значит, почему сегодня вы ее видите без батарейного блока? По простой причине, что вот эта головка предназначена, в принципе, для больших телеобъективов. У больших телеобъективов у них пятак, вот, который здесь объективы находятся, на который он крепится на штатив. У них он расположен ниже, то есть он был более такой массивный, более длинный, и он дальше от корпуса камеры, благодаря чему вы можете поставить без проблем объектив и на него камеру с батарейным блоком. Но у меня сейчас объектив 100-400, который, в принципе, можно сказать, что ультра-зум такой начального уровня. Ну, это в моем представлении начального уровня, потому что вообще те, кто снимает дикую природу, они используют часто фиксы 400-600 мм. Это здоровенные объективы. Ну, там 400 DO используют еще. Тоже, как можно сказать, как начальный этап. А у меня, как бы, такой объектив на каждый день. Поэтому он, в принципе, здесь удобен, и его можно использовать. Удобно использовать с этой головой джимбл. Но надо понимать, что, в принципе, она разработана для более крупных, для более здоровых объективов с большими пятаками. В принципе, хомутик, я думаю, можно поменять на более крупный и пользоваться и с батарейным блоком. В данном случае я использую такой, как есть, объектив со стандартным его хомутом и пятаком. Вот. И с штативной площадкой длинной. Вот джимбл. Она нужна тоже для того, чтобы установить правильное положение камеры. Для того, чтобы ее вес распределился так, чтобы она возвращалась в исходное положение при установке. Вот я ее фиксирую здесь. Здесь можете посмотреть, как она у меня встала. Видите, она сейчас ничего не касается. Вот она двигается. И сейчас я приведу в боевую готовность всю эту конструкцию. Вот у нас здесь первая версия 100-400, поэтому она такая, так сказать, тромбон у нее, система зума. И наденем на нее бленду, как мы в реальных ситуациях делаем. Почему надеваем? Потому что, чтобы всякие капли дождя, грязь не попадали сюда. основная цель защиты от боковой засветки. В принципе, на телеобъективе она не так страшна, если нет такого уж супермощного бокового света. Ну, в общем и целом, бленду лучше надеть. Может быть, я, в принципе, пользуюсь более такой мелкой блендой. В основном, более короткой, раза в два. Просто потому, что она менее габаритная, ее удобнее размещать в рюкзаке. Ее можно вообще, на самом деле, с защитным фильтром. Никакие там не ставить крышечки без крышечки использовать. Но это мы отклонились от темы. Итак, камера без бат-блока. Вы ее сейчас видите. И видите, как я ей оперирую. Вот я ее сейчас ослабил в нашу головку. Я смотрю, что объектив, покажу вам сбоку, должен возвращаться в положение. Я здесь раньше уже устанавливал, поэтому видите, что он возвращается в среднее положение. То есть, я, например, что-то поснимал, понаблюдал, после чего я отпускаю ручку, и он мне возвращается. А мог бы застревать в любом положении. В принципе, можно ее установить так, что он будет зафиксирован в этом положении, то есть, постоянно она будет наклоненным. Для чего я могу ослабить площадку, вот сдвинуть его туда вниз. Вот, пожалуйста. Он у вас будет постоянно находиться в таком вот наклоненном положении, если вы наблюдаете что-то наверху. То же самое для наблюдений какой-то горы вниз. Зажмем. Итак, вы видите, у меня здесь панорамирование, значит, вот оно блокируется. Это блокируется у нас, соответственно, наклон, то есть, я установил объектив, я его заблокировал в этом положении и использую. Делаю медленные проводки, я могу таким образом и видео снимать, потому что она очень плавненько идет. Я обещал показать вот с техникой под нагрузкой. Вот я здесь одним пальчиком двигаю, как видите, всю конструкцию. соответственно, у нас здесь не блокируется доступ к батарейке. Я могу батарейку поменять спокойно, если мне надо. Поставить новую. Что здесь еще? Карточка памяти тоже доступна, собственно, и шнуры доступны. Если я хочу какой-то внешний монитор подключить, я могу его сюда поставить и наблюдать за дикой природой по монитору, фокусируясь, фокус пикинг, соответственно, мониторчики смотреть. В общем, шикарная головка на самом деле для тех, кто наблюдает за дикими животными. А я ездил по многим странам, был в разных заповедниках. На Борнео был в Малайзии, в Индонезии был в разных заповедниках, в Сингапуре. Короче говоря, там хорошие заповедники, хоть это и город-государство. В общем, очень рекомендую затаиться, накрыться какой-то защитной тканью и используя качественную головку жидкостную, где вы можете с удовольствием наблюдать, причем пользоваться и может даже ребенок. У меня 8-летний сын с удовольствием очень наблюдал за соседним домом с помощью вот этой конструкции. Так что покупайте хорошие головки, покупайте хорошее оборудование, которое прослужит вам долгие годы. У меня вот, к сожалению, джимбала нет, у меня шаровая головка от Гидза служит уже мне, по-моему, больше 5 лет. Я очень доволен, очень доволен, она супер мощно зажимается, но про нее речь будет в другом видео. На этом я прощаюсь, с вами был Дмитрий Евтифеев, до новых обзоров!